Представители средств массовой информации неизменно отслеживают творческие перемещения по Европе, артистов оперы, хора, оркестры, балета, театра имени Джалиля. Кстати, хор театра неоднократно принимал участие в первом развлекательном шоу ведущего канала Нидерландов. А в ноябре прошлого года первый канал Прованса отслеживал триумфальных гастролей казанских артистов на Лазорном берегу. Европейские представители балетных школ и клубы любителей изящных искусств допускаются на уроки репетиции гастролеров. Такое негласное правило действует в городах, где гастролируют артисты. В Голландии несметное количество балетных школ, как, впрочем, и конкобежных, футбольных и школ восточных единоборств. Руководитель одной из школ города Дэнхелдер Мартина Худэхаберра заболела казанским балетом еще в конце 90-х годов XX века, побывав на нориевских фестивалях в Казани. С тех пор связи не теряются. Выходить с ними на одну сцену, это, конечно, очень интересно. Они для нас словно боги, и нам еще расти и расти. По меркам профессионального кастинга, юные голландские артисты иногда далеки от идеальных форм. Впрочем, здесь могут и не готовить будущих артистов сцены. Это, скорее всего, дополнительное эстетическое образование. Есть еще одно «но». Детский труд в королевстве запрещен, а посему это производственная практика без системы гонораров. Родители сами оплачивают пребывание своих отпрысков на большой сцене, которые получают наставление у художественного руководителя труппы Владимира Яковлева. Сценический тандем профессионалов и новичков состоялся в балете «Челкунчик», где задействовано немало детей в массовых сценах рождественской елки. Многие из воспитанников впервые вышли на сцену, как, впрочем, и новички казанской труппы, впервые принимающие участие в солидном европейском воеже. Нужно быть рядом с коллективом, потому что так проще. Взаимная помощь, все друг другу помогают. Я думаю, так намного легче, чем самостоятельно. Мы делаем профессиональный балет-форстелинг с топ-танцерами из Руссии. Материал о совместном выступлении вышел на днях на федеральном канале общественной телевидении Нидерландов, который всегда отмечает гастроли на Торо посланцев нашей республики, а им уже свыше 20 лет. Дмитрий Пиаваров, телеканал «Эфир».